Всем привет! Меня зовут Виктор Нехезин. Вы слушаете подкаст «Русская служба Би-Би-Си». Что это было? Во Львове тысячи людей пришли в понедельник на похороны Ирины Фарион, украинского филолога и, в прошлом, депутата Верховной Рады от национистической партии «Свобода». В минувшую пятницу на нее было совершено покушение, после которого она скончалась в больнице. Ирина Фарион прежде всего известна своими радикальными высказываниями в поддержку украинского языка и культуры. Почему убили Ирину Фарион? Будет ли раскрыто это преступление? Чем запомнится Ирина Фарион и что она значила для Украины? Эти и другие вопросы я буду обсуждать с корреспондентом Би-Би-Си в Украине, Святославом Хоменко. Слава, привет! Привет, Виктор. В самом начале наша обычная просьба к слушателям. Если вы нас слушаете или смотрите на Ютьюбе, то, пожалуйста, подпишитесь на канал русской службы Би-Би-Си и поставьте лайк. Спасибо. Итак, Слав, я вначале сказал, что Ирина Фарион известна своими радикальными высказываниями. Для тех, кто вообще не знает или, может быть, просто забыл, кто такая Ирина Фарион, напомни, пожалуйста, что это за радикальные высказывания, чем, собственно говоря, она знаменита. Ирина Фарион в Украине уже давно превратилась в такой самодостаточный бренд, который был шире каждой из ее многочисленных регалий, о которых ты упомянул. Ирина Фарион была политиком. Она действительно была депутатом Верховной Рады, была депутатом Львовского областного совета. Она была языковедом, доктором филологических наук и профессором. Она была блогером, она была общественным деятелем. И, наверное, прежде всего нужно сказать, что она была популяризатором украинского языка. Хотя зачастую методы этой популяризации в исполнении Ирины Фарион были очень дискуссионными. Наверное, впервые широкая публика услышала об Ирине Фарион в 2010 году, когда в интернете появилась видеозапись ее визита в один из львовских детских садов и разговора с детьми там, в этом саду. В ходе этого разговора Ирина Фарион, скажем так, раскритиковала имена детей, которые она посчитала недостаточно украинскими. Ну, то есть в логике Ирины Фарион Миша должен называть себя Михайлык. А те девочки, которые называют себя Аленка, а не Оленка, должны паковать чемоданы и уезжать в Россию. Это практически цитата... Так и сказала она, да? Да, это цитата из Ирины Фариона, из того ее разговора с детьми. Эта запись вызвала просто бурю дискуссий в украинском интернете. Можно сказать даже, что споры о том, насколько правильно и этично поступила тогда Фарион, общаясь с этими детьми именно в таком ключе, глобально продолжаются в Украине до сих пор. Тем не менее, тогда, в 2010 году, Фарион допрашивали в правоохранительных органах, ей грозили судом. Но по итогу дело ничем плохим для нее не закончилось. И она прям-таки гордилась этим эпизодом своей богатой биографии. Чуть менее известный, но тоже довольно иконичный момент с участием Ирины Фарион. Его тоже без труда можно найти в Ютубе. Это диалог, который произошел в 2012 году у нее с тогдашним премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Украинский язык Азарова, скажем прямо, всегда был далек от совершенства. Над ним часто подшучивали, его пародировали в стендапах. Так вот, после выступления Азарова с трибуны Верховной Рады, Фарион обратилась к нему, я процитирую, «Как помочь вам овладеть украинским языком? Как педагог я вижу проблему в двух контекстах. Язык не знают либо политически упрежденное, либо умственно отсталое. А в какой системе координат пребываете вы?» Запись этой реплики Фарион и попытки Азарова оправдаться стал вирусным и принес Фарион дополнительную популярность. Особенно в среде патриотически настроенных украинцев, которые без того на дух не приносили Азарова. Но да, мы можем констатировать, что за без малого два десятилетия активной политической деятельности и даже больший период общественной деятельности Ирина Фарион стала фигурантом довольно большого количества скандалов и просто конфликтной ситуации, о которых, я думаю, мы поговорим дальше. Ну, послушай, ты говоришь о ней как о таком радикальном довольно политике. Ты сам с ней лично встречался? И если встречался, то какое она в жизни произвела на тебя впечатление? Да, я брал с ней, кажется, два интервью еще до прихода на BBC. В 2010 году я брал у нее такое довольно большое интервью. Это было еще до того, как она стала депутатом Верховной Рады, но уже была известной во всеукраинском масштабе, в первую очередь благодаря этому ролику из детсада. Для этого большого интервью я поехал во Львов. Мы встречались в партийном офисе Свободы. Вот что запомнилось? Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, стоит поговорить о том, что происходило в Украине в то время, как выглядела страна, какие в ней были настроения, и как стоит вообще воспринимать Ирину Фарион тогда. Дело в том, что 2010 год — это было время с самого начала отката Украины от президентства Виктора Ющенко. К власти только что пришел Виктор Янукович, и то, что он называл наведением порядка, очень сильно было похоже на нарастание авторитарных тенденций в украинской политике. Вот определенный откат наблюдался и в гуманитарной сфере. Если во время президентства Виктора Ющенко мы имели дело с такой мягкой, в общем-то, украинизацией, то новая власть, власть Януковича, декларировала намерение расширить сферу использования русского языка, говорили и о грядущих изменениях в школьной программе. И вот в этих обстоятельствах начинает формироваться оппозиция к Виктору Януковичу, к его власти. Виктор Ющенко в тот момент практически сошел с политической арены, и в этой новой реальности у общества возник вопрос на новую оппозицию в дополнение к уже знакомой и довольно приевшейся, будем говорить, Юлии Тимошенко. Тогда в политику приходит Виталий Кличко, пытается найти свое место в политике Арсений Яценюк, но в таком патриотическом сегменте общества, которому не нравятся в первую очередь тенденции гуманитарной сферы, которая запускает власть Януковича, появляется запрос на более радикальное оппонирование его власти. И это, наверное, главная причина того, почему так резко начала расти популярность этой националистической партии «Свобода». Ведь раньше она была минимально популярной только на Западе Украины. Вот Ирина Фарион в силу своей такой экзальтированности, в силу своего несомненного таланта публичного спикера, в силу своего радикализма даже на фоне своих радикальных коллег по партии, она стала одним из самых узнаваемых лиц «Свободы». Одним из ее лидеров, пускай даже без формальной должности в партийной структуре, в партийной иерархии. Ирину Фарион тогда, в 2010 году, довольно часто сравнивали с Юлией Тимошенко. В том смысле, что говорили, что в Ирину Фарион наверняка вмонтирован какой-то ядерный реактор, и поэтому в ней столько энергии на немыслимое количество проектов, которые она вела, на эту экзальтированность в ее публичных спичах и так далее. Да, так вот, впечатление о ней от того большого интервью, с поправкой на то, конечно, что мы говорим о событиях 15-летней давности. Во-первых, это ее фирменная энергетика. Мы тогда просто сидели в ее партийном офисе, мы общались без видео, просто с диктофоном, но во время интервью она вела себя именно так, как мы видим на этих многочисленных видео ее митинговых выступлений. Она была вот прямо как океан, она в разговоре меняла тембр голоса, она была крайне эмоциональной, она дискутировала, полемизировала, как будто от этого интервью зависела судьба планеты. Во-вторых, я помню, что ее просто выводили из себя вот эти упомянутые мной сравнения с Юлией Тимошенко. И это меня тогда скорее поразило. Ну, то есть Ирина Фарион на тот момент была депутатом Львовского облсовета, будем говорить, начинающим политиком провинциального масштаба. Казалось бы, такие сравнения с Юлией Тимошенко, с политиком мировой величины, бывшим премьером Украины должны были быть для нее лестными. Но она прямо возмущалась по поводу этого сравнения. Она в том интервью говорила мне, Фарион и Тимошенко — это люди совершенно разного типа, это люди разного воспитания, разных ценностей и разной цели. И в-третьих, на тот момент она явно понимала, что ее партия «Свобода» находится в таком восходящем тренде. И, скорее всего, спустя какое-то время она попадет в парламент. И вот ее чувства в связи с этим парадоксальны, но были скорее грустью. Она говорила мне, что она не представляет жизни за пределами своего любимого Львова. Но опять же она говорила, что она находится в том положении, когда она должна будет усмирить свои желания и переехать в Киев, чтобы спасти его. Кажется, она тогда говорила об оккупации Киева донецкими элитами. Она в другом интервью сказала, что у Украины есть два пути — либо бандеризация, либо бандитизация. И она фактически ехала в Киев, чтобы его бандеризировать. Относительно ее похода в большую политику, так оно и случилось. Через два года после того нашего большого интервью она выиграла выборы в одном из мажоритарных кругов Львова, показав при этом самый большой в городе результат. Если мы говорим о процентах, она переехала в Киев. Потом в 2014 году после победы Евромайдана свобода не преодолела проходной барьер и не попала в парламент. Ирина Фарион вернулась во Львов. Она вернулась к преподаванию в Политехническом университете. Она до последнего дня своей жизни жила на обычном спальном районе. И это, наверное, тоже довольно характерно. То есть ее материальное положение не особо улучшилось от пребывания в Верховной Раде. Это тоже ее довольно, мне кажется, исчерпывающе характеризует. С тех пор мы с ней не прям общались-общались, но при встрече мы здоровались. Вот как-то так. Вот вчера, я имею в виду в понедельник, тебе пришлось побывать на ее похоронах. Я хочу спросить тебя, как прошли эти похороны. Действительно ли... Ну, сообщалось, что было несколько тысяч человек. Это действительно были такие масштабные похороны очень значимой политической и общественной фигуры? Да, прежде всего, несмотря на ужасную журу, которая вчера стояла во Львове, и на то, что это был обед понедельника, буднего дня, попрощаться с Иоанной Фарион, пришли несколько тысяч человек. Причем это были какие-то очень разные люди. И пенсионеры, и, видимо, студенты, и какие-то люди, которые проходили мимо и просто оставались, и присоединялись к этой процессии. И, например, было несколько человек с фанатскими розами львовских Карпат, такой характерной наружности. Я рискну предположить, что ее похороны стали одной из самых массовых общественных акций с начала полномасштабного вторжения России в Украину вообще. Тут еще надо упомянуть, что накануне, в воскресенье, в гарнизонном храме в центре Львова проходила церемония прощания с Ириной Фарион. И по плану эта церемония должна была закончиться в 10 вечера. Однако поток людей, которые приходили проститься с ней, не иссякал. И поэтому церемонию продолжили аж до полуночи, когда во Львове начинается комендантский час. Если же мы говорим о вчерашнем дне, то вчера, в понедельник, эта процессия, в которой действительно было несколько тысяч человек, она прошла с центра Львова до исторического Лычаковского кладбища. Люди несли плакаты с ее цитатами. Вообще нужно сказать, что Ирина Фарион была таким очень успешным ритором. Она оставила после себя просто огромное количество цитат из речений, которые, я думаю, останутся после нее и будут еще долго напоминать о ней. Вот первая из этих цитат, которые несли во главе этой процессии, звучала как «Я не боюсь своей смерти, потому что такие, как я, своей смертью не умирают». Люди по дороге на кладбище пели гимн Украины, пели Шервону-Колыну, они скандировали разные лозунги. Чаще всего, наверное, они скандировали «Мова мая значения», то есть «Язык имеет значение». Этот лозунг, наверное, можно назвать вот прям креда всей жизни и деятельности Ирины Фарион. Она прям самозабвенно боролась за украинский язык, за расширение сферы его деятельности, даже если методы этой борьбы, как мы видим даже по этому эпизоду с детьми в детском саду, осуждались, не поддерживались, даже поча с ее единомышленниками, такими же, как она, патриотами Украины. Я был вчера на похоронах с самого начала и до самого конца, и я видел, что многие люди плакали. Они не могли сдержать слез и возле храма, и в самой процессе, и во время небольшого митинга уже при входе на кладбище. Я вчера пообщался с каким-то количеством людей, которые принимали участие в церемонии, и вот многие из них, причем, разумеется, не все из них были знакомы с Ириной Фарион лично, они говорили, что с ее смертью они чувствуют, что потеряли, как будто члена семьи, как будто они потеряли какую-то часть своей жизни, без которой они не могли просто ее представить, которую раньше считали незыблемой. Одним словом, это было очень масштабное и очень эмоциональное событие, да. И еще у меня есть два вопроса по поводу, собственно, покушения, в результате которого Ирина Фарион была убита. Есть ли какие-то новости о расследовании? Все, наверное, читали в новостях, что речь идет о каком-то молодом человеке, который якобы несколько дней дежурил у дома Ирины Фарион. Что известно на этот момент? О ходе расследования мы не знаем практически ничего, но это, наверное, логично, если речь идет о расследовании убийства. Но да, ты прав. Буквально с первых минут после того, как стало известно о покушении на Ирину Фарион, ее соседи рассказали журналистам и правоохранителям, что на протяжении нескольких последних дней, речь шла о неделе, может, даже больше, в их двор каждый день приходил молодой человек, который был очень характерно одет. Он носил такую панаму с широкими полями, горнолыжные очки и футболку с длинным рукавом. Вот что характерно, он садился на такой стульчик во дворе этого дома, рядом с ним была детская площадка, но он садился к ней спиной и неотрывно смотрел в сторону подъезда, в котором жила Фарион. Насколько я понимаю, соседи пытались завязать с ним какой-то диалог, но он был не очень общительным. Единственное что-то содержательное, что я услышал от соседей, он сказал, что он приехал из Тернополя, это соседний областной центр со Львовом. Больше, насколько я понимаю, ничего содержательного он им не говорил. Вот буквально вчера полиция распространила фотографии и видеозаписи из камер наблюдения, на которые попал этот молодой человек, и подтвердила, что он разыскивается из-за возможной причастности к убийству. Правда, исходя из этой его наружности, то есть речь идет о том, что из-за этой панамы с широкими полями мы не понимаем даже, какого цвета у него были волосы и какая, не знаю, у него была стрижка. Из-за горнолыжных очков мы не можем, ну не мы, а полиция не может составить его фоторобот, мы не понимаем, какого цвета были у него глаза. Футболка с длинными рукавами не давала возможности рассмотреть, были ли у него какие-то татуировки. Ну, то есть исходя из этой его маскировки, идентифицировать его по этим снимкам, ну, скорее невозможно. Затрудняет идентификацию и поиски убийцы, если мы говорим, почему до сих пор не понял преступник. Еще и тот факт, что в момент убийства в районе, в котором проживала Фарион, было плановое отключение света. Ну, тут можно напомнить о глубоком кризисе украинской энергосистемы из-за российских обстрелов. И поэтому часть камер наблюдения в этом районе просто не работала. Я в интернете видел различные оценки того, насколько профессиональным и подготовленным был киллер Ирины Фарион. С одной стороны, есть мнение известного украинского националиста, ныне военнослужащего ВСУ Евгения Карася. Он в эфире одного из телеканалов охарактеризовал исполнителя убийства довольно уничижительно. Мол, приходил во двор несколько дней, засветился на всех возможных камерах наблюдения. Это, по словам Карася, может свидетельствовать о том, что даже бюджет всей этой операции был настолько мал, что его не хватило даже на автомобиль, с которого можно было бы как-то вести это наблюдение более скрытно. Вот Карас считает, что похоже, что это преступление совершил, условно говоря, найденный в Телеграме или в Даркнете торчок, которому заплатили за это какие-то небольшие деньги. А вот с другой стороны, вчера ряд СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что исполнитель готовился к совершению этого преступления не меньше месяца, что не исключено, что он имитировал какие-то особенности своей походки, когда попадал в объектив видеокамер, и он был профессионалом, который, я процитирую, не был человеком, впервые взявшим в руки оружие. Ну, в любом случае, сейчас мы можем только констатировать, что с момента покушения прошло уже более трех суток, убийцу не задержали по горячим следам. Ну и тут можно добавить еще, что партия «Свобода», членом которой была Ирина Фарион, объявила о награде. Сейчас речь идет о 10 тысячах долларов, но вчера лидер партии Олег Тягнебок допустил, что эта сумма будет увеличиваться, потому что есть какие-то неравнодушные бизнесмены, которые тоже хотят поучаствовать в этой инициативе. Так вот, эти деньги будут выплачены в качестве награды за информацию, которую выведет правоохранителей на исполнителя или на заказчика этого преступления. Но пока что состоянием на сегодня, насколько мы видим, особых успехов у правоохранителей нет. Ну и второй мой вопрос по поводу покушения очевиден. Какие есть версии, почему оно вообще было совершено? Тут нужно говорить о чисто фактическом и таком, скорее, публицистическом измерениях этого вопроса. По горячим следам после преступления министр внутренних дел Игорь Клименко, который оперативно прибыл во Львов, заявил, что правоохранители рассматривают две версии. Убийство по мотивам личных неприязненных отношений с Фарион и убийство из-за ее общественной и политической деятельности. Если же мы говорим о мнении, которое сформировалось в украинском обществе за эти несколько дней, то я думаю, что я буду недалек от истины, если я скажу, что вся Украина считает, что корни убийства Фариона растут из Москвы. Ну и, наверное, если мы говорим о версиях, то было бы неправильно не упомянуть еще об одной версии, которая разгоняется в первую очередь российскими телеграм-каналами и так называемыми экспертами. Дело в том, что у Ирины Фарион были сложные отношения с так называемым Азовским движением. Об этом мы, наверное, можем поговорить чуть позже. И вот в российском телеграме разгоняется версия о том, что Ирину Фарион убили свои же. Что это разборки между националистами разных мастей. И вот посмотрите, мол, какая стремная публика эти украинские националисты. Но эта версия кажется стройной и логичной, разве что людям, которые имеют совершенно какое-то превратное и оторванное от жизни представление о сегодняшней Украине, или которые сознательно распространяют ложь. Рассказывать этим людям, их сторонникам, поклонникам, в чем именно состоит их ошибка, это, наверное, тема отдельного подкаста. Но я констатирую, что эта версия выглядит крайне, просто экстремально маловероятно. Ну, еще вернемся к этому конфликту ее. Я бы хотел, чтобы мы немножко вернулись к самой фигуре Ирины Фарион. Ты уже вначале описал, чем она известна. Ну вот, как мне сказали мои собственные коллеги, они обнаружили, что если посмотреть Википедию, причем абсолютно неважно, российскую версию или украинскую версию Википедии, и там, и там скандалам и конфликтам с участием Фарион уделяется больше места, чем, собственно, ее научной и тем более даже политической деятельности. У меня в этой связи вопрос к тебе. Во-первых, это вообще справедливо, как ты считаешь? Она скорее известна как некий, извини за это выражение, политический фрик или там радикал, вот как ты сам говорил. Что ты думаешь? Я не уверен, что я достаточно компетентен для того, чтобы оценить заслуги Ирины Фарион как ученого-филолога. Но фактом является то, что она была авторкой, хотя я уверен, что ей бы больше понравилось слово автором, потому что она очень критически относилась к феминитивам, которые сейчас завоевывают все более сильные позиции в украинском языке. Так вот, из уважения к пане Ирине, она была автором нескольких монографий. Мне кажется, что самая известная, может, это просто я о ней больше всего слышал, это была монография о происхождении украинских фамилий. Насколько я понимаю, круг ее интересов в области филологии был очень разнообразным. Характерно, что о ней, как о преподавателе, очень хорошо отзываются ее студенты из Львовского политеха, даже те, кто не поддерживал ее политические взгляды. Но эти скандалы, о которых мы ведем речь и которыми действительно пестрят статьи в Википедии о ней, эти скандалы, они проистекают из ее гражданской, из ее политической позиции, являются закономерным продолжением этой позиции, причем умноженной на особенности характера самой Фарион. Ну то есть смотри, мне кажется, что в корне всех скандалов, в которых она фигурировала, лежит довольно простой и на самом деле понятный фундамент. Ирина Фарион считала украинский язык, украинскую культуру самым главным столбом, на котором стоит, на котором зыждется украинская нация. И поэтому, считала она, лучшей защитой от российского империализма является украинизация всех сфер жизни человека, который живет в Украине, в том числе и частной сферы. Она говорила буквально, прошло время, когда стимулировать людей к изучению украинского языка, можно было аргументами типа, ах, какой этот украинский язык классный, какой он красивый, какой он певучий. Если мы не будем агрессивными и экспансивными, говорила она, война с Россией не закончится никогда. И вот в соответствии с этими соображениями Фарион и действовала. Фарион не обижалась, когда ее называли радикалом. Она говорила, что в украинском языке у слова радикальный есть прекрасное соответствие решительный. И да, говорила она, я решительная во всем, что я делаю. Это черта моего характера. И требовать, чтобы я была такой же Ириной Фарион, но менее решительной, это все равно, что требовать, чтобы Роза была такой же прекрасной, но избавилась от своих колючек. Да, некоторые, а может и многие слова и поступки Фарион были не то, что дискуссионными, они вызывали недоумение даже у ее искренних единомышленников. Она не раз заявляла, что войну на украинские земли принесли или призвали русскоязычные украинцы. Мол, самим фактом своего русскоязычия они предоставляли Владимиру Путину моральный аргумент для вторжения. То есть они как бы давали ему этот аргумент о том, что этих соотечественников, которые разговаривают на русском языке и, соответственно, в виде Владимира Путина принадлежат к русскому миру, их нужно защищать. Одно из скандальных ее извлечений датировано в 2018 году. Тогда в Мариуполе, еще подконтрольном Украине, пограничник, подполковник пограничной службы, который воевал с 2014 года, попросил в каком-то местном кафе меню на украинском языке. Судя по всему, такого меню там не оказалось. Начался конфликт, в ходе которого то ли некие непонятные молодые люди в спортивных костюмах, то ли охранники этого же кафе сломали пограничнику челюсть. Реагируя на эту ситуацию, Фарион призвала бить в челюсть каждого Москворотова. Когда на Олимпийских играх в Париже украинская медалистка Ярослава Могучих, та, которая буквально на днях установила этот знаменитый новый мировой рекорд по прыжкам в высоту, когда Ярослава Могучих сфотографировалась со своей российской соперницей Марией Ласицке, Фарион назвала украинскую атлетку биомусором и призвала отобрать у нее медали. И вот такие заявления, такое поведение давали критикам Фарион основание вполне серьезно обвинять ее в том, что она работает на раскол украинского общества и чуть ли не является агентом ФСБ. Как реагировала на это Фарион? Вполне в своем стиле. Она в ответ прошла детектор лжи, который показал, что она не является агентом ФСБ. А по сути этих обвинений у нее есть еще одна цитата, которую я хотел бы здесь привести. Она говорила, идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов в начале 20 века говорил, «Нельзя в одной костюле водить горох, капусту, старую подошву и дохлого кота. Вкусной еды из этого не получится. Вот и меня, — говорил Фарион, — не интересует, объединяют мои слова или разъединяют. Я говорю правду, и я буду это делать, пока могу физически и морально». Ну и, наверное, в этой связи стоит вспомнить о том, что вчера вечером с заявлением по поводу убийства Ирины Фарион выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Формальное его ведомство, конечно, не имеет причастности к расследованию этого преступления, но Буданов — это очень весомый персонаж украинской общественно-политической жизни, это очень влиятельный силовик, поэтому к его словам нужно прислушиваться. Так вот, Кирилл Буданов заявил, что Ирина Фарион была убита, я цитирую, за свою украинскую позицию. И это заявление, как мне кажется, должно лишить аргументов тех людей, которые на полном серьезе воспринимают Ирину Фарион в качестве человека, который сознательно или несознательно раскалывал украинское общество в интересах России. Ну, то есть, в каком-то смысле она была таким идеальным оппонентом Кремля, если учитывать, что в течение многих лет Путин заявлял, что на Украине хотят запретить русский язык, то вот Ирина Фарион, собственно говоря, напрямую это и предлагала. Я по этому поводу могу сказать только такое. Ирина Фарион была сторонником плюреалистичной украинской политики. Она говорила, что только в соперничестве, в антагонизме разных сил, в том числе политических, рождается новый огонь. В одном из интервью она говорила, что она бы хотела, чтобы рядом с ней в Украине существовали и либералы, которых она искренне ненавидела и этого не скрывала. Поэтому мы можем говорить об Ирине Фарион и о ее соратниках, единомышленниках, как об одном из крыльев, об одном из флангов украинской политической сцены. А если же мы говорим, что украинские политики в своих заявлениях и каких-то действиях принимают во внимание то, что о них подумают в Кремле или что о них подумает Владимир Путин и как он отреагирует на их действия или заявления, то у нас идет третий год полномасштабной войны. Украинские политики уже давно не оборачиваются на то, что по поводу их слов и действий будет думать, делать или говорить российская пропаганда. Послушай, вот из того, что ты говоришь, становится очевидно, что по сравнению, я не знаю, с 2010 годом, когда то, что говорила Ирина Фарион, воспринималось как крайний радикализм, спустя 14 лет стало восприниматься совсем по-другому внутри Украины. И мы понимаем, почему. Потому что сначала был 2014 год, потом был 22 год, полномасштабное вторжение России в Украину. И сейчас многие ее заявления, видимо, не столь агрессивны и радикальны звучат. Да, слушай, вот к тому, что ты сказал. С партией свободы, Селина и Фарион, есть еще такая история, что вот в те времена, когда я с ней познакомился, в 2010 году, почему их называли радикальными? Потому что их какие-то программные положения звучали как совершенно нереалистичные, совершенно нереализуемые и находящиеся за пределами человеческого воображения. А речь шла о чем? А речь шла о том, что тогда, допустим, в 2010 году, националисты выступали за запрет коммунистической партии Украины, одной из самых влиятельных и популярных политических сил в стране. Они выступали за переименование Днепропетровска и Кировограда, то есть за декоммунизацию. Они выступали за запрет показа фильмов на русском языке, на телевидении и в кинотеатрах. И вот сейчас, в 2024 году, мы живем в Украине, в которой это все реализовалось. То есть риторика националистов 15-летней давности, которая тогда считалась какой-то радикальной и сумасбродной, сейчас стала политическим мейнстримом. И это тоже один из феноменов сегодняшней Украины. И вот я со своими коллегами из украинской службы, даже у меня была такая небольшая дискуссия. Ну, насколько мы правы, называя свободу крайне правой партии? Что в них крайне право? А, то есть она уже не крайне правая, ты имеешь в виду? Да, да. И в этом огромная заслуга, кстати, Владимира Владимировича Путина. Потому что столько, сколько он сделал для повышения этого украинского самосознания, для дискредитации всего связанного с Россией, с русским языком, русской культурой, не сделал абсолютно никто, включая при всем уважении Ирину Фарион. Слушай, вот у меня еще один вопрос. А жизнь самой Ирины Фарион как изменилась после начала полномасштабного вторжения и изменилось ли к ней личное отношение в Украине? Сама Фарион в одном из интервью заявила, что за последние два с половиной года она как будто вся покрылась броней. Она стала еще жестче, она стала еще радикальнее в своих заявлениях. Мне кажется, что очень характерная ее цитата этого периода – это слова о том, что каждый носитель русского языка в Украине сегодня является штыком Путина. В ноябре прошлого года произошел этот скандал с Азовом, о котором мы упоминали чуть раньше. В одном из интервью она резко раскритиковала украинских военных, которые используют в общении между собой, в том числе на передовой, на линии фронта, буквально в окопах русский язык. Она сказала о них, я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке, пусть назовут себя русскими. На эти слова жестко ответил бывший командир полка Азов. Он сейчас служит 3-й отдельной штурмовой бригаде. Его зовут Максим Жорин. И вот он в своем телеграм-канале на чистом русском языке написал ей «Никто не давал тебе право открывать рот в сторону бойцов Азова, 3-й штурмовой или любого другого подразделения украинской армии». Дальше шла нецензурная лексика. А уже по-украински Жорин добавил, что, по его мнению, Фарион раскалывает общество по ФСБшным методичкам. Ирина Фарион не осталась в долгу. Она обратилась к президенту Зеленскому, к тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному, с требованием наказать военных, которые выступили против нее, так как они, по ее словам, порочат честь украинского офицера. Но этот скандал, понятное дело, подхватили СМИ. Он выплеснулся в интернет просто огромным глобальным срачем. Так сказать, он перешел в реальную жизнь. Так как в Львовском политехе, то есть в университете, в котором преподавала Ирина Фарион, начались какие-то студенческие протесты, в которых их участники требовали от руководства ВУЗа уволить ее. И в конечном итоге ее действительно уволили из ВУЗа с формулировкой «за аморальный приступок». Фарион немедленно спорил это решение в суде. И вот в мае этого года апелляционный суд принял решение восстановить ее на должности профессора в Львовском политехе и выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул. Эти деньги Ирина Фарион тут же потратила на дроны для украинского войска, о чем фактически поинформировала своих слушателей в последнем своем YouTube-эфире перед смертью. А параллельно все это время Фарион продолжала работать. Она вела несколько проектов в соцсетях. И причем это были какие-то разнообразные проекты. Она, например, вела проект, в котором популяризировала украинские соответствия как бы популярным словам английского происхождения. То есть против англицизма выступала даже. Да, да. Правильно говорить не коуч, а там наставник, не хайп, а шум, галость и так далее. Кстати, вот она же на самом деле в этой популяризации украинского языка боролась не только против русского языка, да, она боролась против английского. Вот совсем же недавно, буквально несколько недель назад, в Украине приняли закон, который значительно расширяет статус английского языка. И вот Фарион считала, что это предательство, что фактически украинский язык уничтожают тем, что чуть ли не права второго государства предоставляются английскому. Она была радикально против этого. И вот она вела несколько этих своих YouTube-проектов, и едва ли не каждый свой YouTube-эфир она заканчивала объявлением аукциона. У нее была очень обширная библиотека, и она каждой из эфиров брала одну из книг из этой своей библиотеки, объявляла аукцион на нее. Она еще говорила, что это не просто книги, это книги, густо испещенные ее собственноручными пометками на полях и между строчками. И вот, значит, она говорила, стартовая цена каждой этой книги там тысяча гривен, то есть примерно 25 долларов, будем говорить. И пишите мне на электронную почту, кто больше всех напишет, тот ее и получит. А вырученные деньги она точно так же передавала украинской армии. Последний вопрос. Как ты думаешь, будет ли раскрыто это преступление? Конечно, в идеальном мире каждое преступление должно быть раскрыто. Но в случае с политическим убийством, мне кажется, мы сегодня можем довольно уверенно говорить о том, что это было именно политическое убийство. То есть не бытовое в любом случае ты имеешь в виду? Это очень-очень-очень мало похоже на бытовое убийство. Мы сейчас говорим о ситуации, когда некий человек приходит... Не похоже. Абсолютно. Мне кажется, у нас практически нет оснований говорить о том, что это было бытовое убийство. Украинские наблюдатели называют три возможные цели, которые могли преследовать заказчики и исполнители убийства Ирины Фарион. Во-первых, они могли стремиться посеять раздор среди украинцев. Как мы уже говорили, Ирина Фарион была человеком очень ярким. Отношение к ней было крайне противоречивым среди украинцев. И ее смерть, могли предполагать инициаторы этого убийства, могла запустить целую череду споров между сторонниками, например, тотальной украинизации и людьми, которые выступают против искоренения русского языка в Украине. К Фарион все время относились по-разному. И можно было предположить, что известие о ее смерти опять запустит какую-то внутриукраинскую вот эту вот возню и ослабит практически Украину в это военное время, еще больше расшатает ее общество. Но тут сегодня мы можем довольно уверенно констатировать, что если такой замысел у убийц Фариона и был, то тут они явно просчитались. Ну то есть десятки, если не сотни украинцев, известных и не очень, которые знали Фарион и не знали ее совершенно, выступили с однозначными выражениями сочувствия и солидарности с ней, с ее семьей, с ее единомышленниками. Причем среди этих людей было немало тех, кто ни в жизни не назвал бы себя единомышленником Юрины Фариона. Ну то есть никакой дискуссии, по большому счету, никакого раздора среди украинцев это убийство не посеяло. Второй вероятной причиной, целью, которую могли ставить перед собой убийцы Ирины Фарион, было посеять в сердцах украинцев страх. Удалось ли им это? Я не знаю. У меня сейчас нет однозначного ответа на этот вопрос. Ну то есть, с одной стороны, соратники Ирины Фарион на этом небольшом митинге вчера возле входа на кладбище заявляли, что ее кровь, они уже прямо называют Ирину Фарион мученицей, она скорее посеет праведный гнев в сердцах украинцев. Но на деле мне все же кажется, что ситуация несколько сложнее. Ну то есть осознание того, что 60-летнюю женщину убивают седьмила дня в, казалось бы, тыловом и безопасном Львове, и что правоохранительные органы пока что не демонстрируют какой-то запредельной эффективности в раскрытии этого убийства, ну это не добавляет уверенности в завтрашнем дне, не добавляет внутренней силы не только каким-то значимым публичным деятелям, хотя, конечно, им в этой связи стоило бы как-то задуматься о своей безопасности, очевидно, но и обычным среднестатистическим украинцам. И об этом я, кстати, тоже вчера не раз слышал от людей, которые пришли проститься с Ириной Фарион. Они говорили это слово, они говорили нам страшно. И, наконец, третья цель, которую могли преследовать убийцы, это убедить украинцев в том, что их государство нефункционально, что его правоохранительная система неэффективна и бессильно защитить от очевидных угроз, даже таких, будем говорить, выдающихся, ярких личностей, как Ирину Фарион. А что уж говорить о рядовых гражданах Украины. И вот чтобы опровергнуть этот месседж, украинское государство для того, чтобы доказать, что оно не фейлд, что оно функционально, что оно как-то контролирует ситуацию, конечно, украинское государство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы это убийство было раскрыто, его исполнители и заказчики были пойманы и понесли заслуженное наказание. И мне кажется, что этот тезис должен быть просто очевидным для украинской власти. Спасибо тебе большое, Слава. Это был мой коллега Святослав Хоменко. Я напомню, вы слушали подкаст «Что это было». Найти его можно на сайте русской службы BBC. А также мы публикуем его, конечно же, и в соцсетях, и на различных подкаст-платформах, а также и на YouTube. Так что подписывайтесь на нас, оставляйте оценки и комментарии, так о нашем подкасте узнают еще больше слушателей. Меня зовут Виктор Нехизин. Всего доброго.